Дамы и господа, здравствуйте! Впервые за очень долгое время в кадре существует у нас теперь Люсюн, который лежит здесь и очень любит то, что ему чухают пузико. Судя по привил, которое вы видели, вы уже наверное догадались, с кем сегодня будет видео. Оно было записано достаточно давно, поэтому некоторые вопросы там немножко потеряли свою актуальность. Скажем так, особенно про перенасыщение рынка, но в целом мы поговорили со Львом, и вы узнаете там наше мнение касаемо этого повода, но не суть, не будем спойлерить все, что будет в данном видео. Хочется сказать, ребят, это проба пера, я пока что в этом еще не сильно поднатаскался, тем более на выезде, где у меня с собой нет своего света, где свет ребят был. Где-то плавал фокус, где-то картинка получилась не такой, какой мне хотелось. Опять же, на маленьком мониторе, на камере вы мало что можете интересного разглядеть, поймите. Монитор в камере достаточно маленький, на нем не все засветы, не все пересветы, не все проебы видны, поэтому пришлось делать так, как пришлось. Вот, если вы будете слушать это в формате подкаста, это хорошо, потому что вас не придется напрягать картинкой, да, она откровенно получилась не самой лучшей. Будет еще одно интервью с Холли, там тоже, я по крайней мере постараюсь из него хотя бы что-то вытянуть, но понимаю теперь то, что если ехать на выездные съемки, то нужно будет чуть посильнее заморачиваться со съемкой. Вот, welcome в видос, поприветствуем Льва и пообщаемся с ним на тему того, да, вообще на все разные темы. Давайте посмотрим. Представься. Всем привет, меня зовут Лев, Лев Ромоцина. Сколько тебе лет? Мне 28. Отлично. Смотри, у нас с тобой, насколько я знаю, завязалось с того, что ты меня нашел когда-то и написал комментарий. Расскажи, как давно нашел канал и чем зацепило? Твой канал я, наверное, нашел, не знаю, ну может быть года два назад, плюс-минус. И да не знаю, чем зацепило. Приятный молодой человек с очень приятной подачей, которую хочется слушать. То есть в твоей речи не было большого количества каких-то сцен, юмора и так далее. Но мне просто понравилось, как ты подаешь информацию максимально понятно, интересно и просто. То есть это достаточно такой комфортный для восприятия контент, который не суперсложен для понимания. Короче, прикольно. Почему выбрал Краснодар для места жительства, пускай и временного? Ну, во-первых, здесь тепло. Во-вторых, здесь такое южное, южный центр кальянной культуры, так скажем. Здесь много интересных движей. Я, наверное, приехал на зиму в поисках немножечко такой смены локации, в поисках нового контента и в поисках приятного общения. Чем занимался до кальянов? Ну, я вообще из семи артистов. Соответственно, я танцевал у мамы в шоу-балете. Занимался всяческой активной активистической деятельностью в университете. И, ну, там ездил на всякие всероссийские сценические весны. Такой активист был. И занимался битбоксом и музыкой. Битбокс не только все, что касается звуков из арта, но у меня еще было специально такое оборудование, лупстанция, которая делала из звуков петли. И можно было очень много слоев накидывать, и это превращалось прям в полноценную музыку. Прикольно, я не знал. Вот этого я не знал. Я тебе покажу пару выступлений. Как давно увлекся кальяном? Кальяном, наверное, увлекся, ну, может быть, лет плюс-минус семь назад. При каких обстоятельствах? Ну, вообще, я всегда всем рассказывал историю о том, что мне просто нужны были деньги, я пошел на подработку. Но я вспомнил недавно, кстати, в Иркутске, когда ребятам рассказывал, я сначала рассказал вот одну историю, которую все знают, которая в нескольких интервью есть. Ну, вот есть еще одна история. Короче, у меня мама с моим отчимом, ну, который меня воспитывал очень много времени, ну, типа, мне было с 10 до 20 лет, короче. 10 лет вот меня воспитывал, от кого у меня, соответственно, фамилия Армацина. То есть я его считаю как, ну, так, родной батя. Прошел со мной мои годы, так скажем, становления. И вот, короче, они разошлись, и моя мама начала встречаться с одним чуваком, и у него где-то там стояли кальяны. И я так подумал, блин, у него там столько этих кальянов, может, мне даст один? Я как раз, мы с братом жили отдельно от мамы, жили мы с ним вдвоем в студенческие годы. Я подумал, ну, все, пускай к нам приходят, у нас и так тусовки, тут я еще кальяном буду всех угощать. Вообще кайф. И все, что-то зачистил, готовить кальяны, как-то пытался по-разному. Короче, пытался понять, как это все происходит, но каждый раз я понимал, что я в этом полный ноль. И как раз вот в тот момент мы, повторюсь, когда жили с братом, еще дополнительный кэш нужен был какой-то. Потому что с основной работы, которая приносила какой-то плюс-минус кэш, это типа битбокс и концерт, ну, с них не хватало кэш. Поэтому я устроился все-таки в кальянное заведение. Круто. Так, про все вот эти вот истории заведения мы поговорим чуть позже. Вопрос такой. Кальянный инстаграм. В какой же момент это произошло? Ну, это произошло в тот момент, когда я заебался делать контент для не своих инстаграмов. То есть у меня был мой инстаграм и абсолютно не кальянный контент, но он был уже тогда забавный. Мне уже тогда нравилось что-то монтировать, какие-то приколы, какие-то ванечки, возможно, какой-то небольшой юмор. Ну, и просто так я свободно вел инсту. Это не было в тягости, это не было в большую радость. И кальянный контент мы начали снимать еще со времен просто Места 2 кальяны со свободным счетом. Откуда как раз и Слава Серождинов начинал. Я к нему как раз приходил на стажировку, и мы там определенное количество времени прокатали. Ну, и было большое количество предприимчивых ребят, с которыми мы вместе писали сценарий. Потому что в кальяны со свободным счетом, в принципе, особо никто не пойдет, если как-то не привлекать внимание. Ну, вот мы и устраивали всякие там вечеринки 80-х, я не знаю, день в халатах мы, я не знаю, ходили. В каких-то костюмах от Гочи до Моры я приходил к маме, говорил, мама, мы, короче, подумали, мы сделаем мексиканскую вечеринку, давай нам мексиканские костюмы. Все это было, и мы в этом катали, было интересно, было прикольно. Круто, круто. А раз уж мы коснулись вайнов, раз уж мы сейчас о них заговорили, кальянные вайны. Ты, наверное, один из первых, насколько я помню, этим начал заниматься. Нет, не один из первых. Первый был Саня Гупала, ну а хули. Вот. Ну, что-то он поделал, 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 ушел куда-то дальше, ушел в какие-то полноценные кальянные блоги, дальше глубже в бизнес, в маркетинг и так далее. Ну, я такое смотрю, как бы, ниша кальянных вайнах вообще абсолютно не занята. Ну, прям, ну, ноль наполненности инфополя. Я подумал, ну, почему и нет, это же клевый контент, и вроде как мне нравится это делать. Почему не попробовать на кальянную тему? Да, простят меня отцы кальянной индустрии, за Сашиным инстаграмом я не так следил, как за твоим, видимо. Ты просто был первым, кого я, наверное, видел, и, в общем, связан вопрос. Почему стало сильно меньше кальянных вайнов? Да я не знаю, мне, в принципе, просто в тот момент нравилось делать кальянные вайны. Сейчас, возможно, тоже понравится, но тогда я чувствовал то, что, ну вот, без этого контента я, наверное, никуда не вырасту, там, не в количестве подписчиков. Ну, возможно, какая-то подпитка была, то, что вот без кальянных вайнов меня вот воспринимать не будут. Сейчас как-то, я не знаю, я стал поспокойнее, и в своих, так скажем, как сказать, в жадности до просмотров, что ли. Я понимаю, что кальянные вайны качают, и до сих пор, если я что-то снимаю, это набирает определенные просмотры. Но, не знаю, мне сейчас как будто бы хочется снимать чуть больше другого контента, чуть более не фанового, а чуть более, ну, какого-то экспертного. Вот так вот снимать какие-то обзорчики. Мне захотелось поговорить на камеру, потому что раньше я немножечко стеснялся. Мне казалось, что для того, чтобы постоянно говорить что-то на камеру, нужно постоянно шутить, что-то делать. Ну, мне кажется, своя аудитория в любом случае у любого контента будет. Каким бы ты ни был даже начинающим блогером, даже если у тебя там 12 просмотров, и ты от этого кайфуешь, почему бы нет. Вот, ну, вроде пока все нормально, вроде пока без вайнов живем. Так, мои отдельные боли, наверное, сейчас двойной страх, потому что вас тут таких двое. Почему Model X? Это даже вот, наверное, вопрос от моей аудитории будет, потому как моя аудитория вся в курсе, мы все знаем. И вот почему? Почему нравится? Ну, если выбирать между Model X, наверное, и битом, и битом-вандалом, уж тем более, наверное, все-таки бит-вандал. Вот. Другая тема, почему Model X? Ну, а почему... Ну, наверное, окей, если думать, почему Model X, то это, наверное, продувка, это простота в эксплуатации, и это, наверное, комфортный в использовании и в своем весе домашний кальян. Если Model X используют в заведении, конечно, конечно, ну, типа красочка немножечко пойдет по одному месту, то есть это все всеми пройдено, соответственно, у нас в смокинге стояли иксы, и любой кальян на полиацетале в основании он в любом случае будет терять во внешнем виде. Я голосую, ну, типа, если кальян в заведении, то это чистая нержа и, соответственно, ну, стекло, либо хрустальная колба, вот какое-нибудь богемское стекло. Вот это простоит долго, это всегда будет иметь вид. Все, что, так скажем, сделано из другого материала, ну, увы и ах, это будет меняться во внешнем виде сто процентов. А если на нерже ты пару скольчиков сделаешь, ну, это будет вот так вот видно, а на, так скажем, расстоянии вытянутой руки ты на нерже не видишь никакие сколы. Вот, я уже видел то, что, я раньше думал, что такая логика, она только в моих фантазиях, но я уже увидел некоторое количество кальянов, которые работают на фул нерже, и это выглядит круто. Понял, понял тебя. Вот, а альфа-хука, это прикольный в эксплуатации, домашний кальян для домашнего потребителя, то есть, который его не будет ебать и в хвост, и в гриву. То есть, по доступной цене, плюс, если вдруг что случится, вы всегда можете рассчитывать на то, что никто не будет докапываться до вас, и вам уж пришлют какую-то деталь, замену. То есть, сейчас сервисный центр, хоть и не так быстро отвечает, как хотелось бы, но они отвечают, и они занимаются вопросами восстановления после каких-то, возможно, моментов, связанных с изъянами производства. Ну, везде бывают какие-то огрехи. Так, вопрос, на который ты можешь ответить коротко, а можешь развернуто, на свое усмотрение. Нижний Новгород, смокинг лаунж, тот самый золотой состав. Что случилось? Случился коронавирус, и я пошел домой. Вот, все, случилось так, и нужно было, соответственно, как-то больше углубляться в контент. Я больше углубился в контент, и все, мне... Я начал понимать, что, блин, если я буду катать и дальше в смокинг лаунже, будет меньше контента, все. Вот, потому что это, конечно, начало уже сильно... Ну, я начал это ощущать сильно в ногах, то есть 2-3 смены уже подряд сложно. С чем это связано, не знаю. Может быть, мое нынешнее физическое состояние, хотя, ну, я вроде такой мощный. Ну, скорее всего, это просто возраст, и сложно несколько дней подряд спать по 3-4 часа, если повезет, и стоять на ногах во время всей смены, там, бывает, по 18 часов, и потом опять спать и опять на сменку. Заведение трехэтажное, как-то... Ну, не знаю, ну, вот мне стало не по себе, когда я начал понимать, что, блядь, я вообще еле стою на ногах, и жопа там натирается. Ну, это вообще, это вообще пиздец. Понял ты, да. Слушай, вопрос тоже достаточно такой сложный. На твой взгляд, нет ли сейчас перенасыщения рынка? Чем? Продукции в целом. Кальяной? Да. Ну, есть определенное перенасыщение, я это чувствую как блогер, которому присылают постоянно со всех точек России, да и в последнее время не только с Россией. Просто смотри, я вот перебью немножко. Вспомним вейпинг. Когда предложение опередило спрос, мы все видели, чем это кончилось. Не кажется ли тебе, что такое возможно и здесь? Да, блин, я не знаю, я не связан никак, никаким образом с магазинами. Я больше могу, наверное, ответить за качество того или иного продукта и за какие-то свойства того или иного продукта. Я, наверное, здесь не буду загадывать, а ответить, наверное, ответить на этот вопрос, наверное, лучше люди, которые связаны с магазинами, с продажами, которые напрямую знают вот эту корреляцию, да, спроса от количества предложения. Намек понял. Да, я думаю, что ты ответишь на этот вопрос. Но в любом случае, как бы, сейчас просто уже достаточно не просто забраться в рынок, например, производства того же самого табака, уже нужно большое количество всяких инстанций пройти для того, чтобы получить то же самое акцизную марку, для того, чтобы, значит, ну, в общем, все эти моменты. Но станет скоро еще сложнее, соответственно, кто-то не потянет, кто-то новенький не захочет вступать на эту тропу. Я думаю, что станет меньше предложений. Ну, я думаю, 100%. Потому что государство это так не будет оставлять. Нас будет обдирать до последнего. Что, по-твоему, не так в кальяной индустрии на данный момент? Блядь, все. Все, нахуй, не так, блядь. Я полтора или два года назад я точно так же ответил на этот вопрос. Все не так, все. Уточнять не будем? Не, уточнять не будем. Я почему? Потому что, честно, ну, типа, чем ты глубже в эту индустрию погружаешься, как и, в принципе, наверное, в любую индустрию, чем ты глубже погружаешься, тем больше вот этих вот грязных, мокрых тряпок ты в ней видишь. И тем больше зависимости одних от других начинаешь наблюдать. И выглядит, конечно, все в какие-то моменты очень странно, убого. и думаешь, нет, я не хочу в это погружаться. Я хочу оставаться в своих мечтах о том, что кальянная индустрия это что-то такое. Вот, поэтому где я могу оставаться без, так скажем, без возможности получать... Ой-ой-ой. А у нас обе сели, кстати, прикинь? Блин, это сейчас очень печально. Да, давай доснимем, если что, как бы я попытаюсь что-нибудь там вытянуть из этого. Да, ладно. Так, давай сейчас я помарочку сделаю сразу. Ребят, мы не ожидали, что так получится со светом, к сожалению, провтыкали зарядочку. Если вы слушаете это в формате подкаста, как я и предполагаю, вероятнее всего это будет, то как бы прослушивайте дальше, не смотрите картинку, пожалуйста. А если вы это смотрите, ребят, простите, правда, но мы не ожидали. То есть, по сути, короче, желательно не лезть туда, куда лучше не лезть, грубо говоря. Ну да, если хочешь сохранять здравомыслие и хорошее настроение. Отсюда такой вопрос. Смотри, ты десятый, у тебя есть выбор, ты сам можешь самостоятельно выбрать 9 блогеров из кальянной сферы и собрать из них команду. Эта команда смогла бы сделать так, чтобы в кальянной индустрии было бы все так. Как все так? Ну, как ты вот, я вот тебе задал вопрос, что не так? Не так все. Как сделать, чтобы все было так, все было хорошо? Мы берем эту команду, она сможет сделать, чтобы все было так? Да каждый может. Каждый может сделать так, чтобы было все хорошо. Нужно просто правильно расставить приоритеты, что снимать, какой контент и какой контент нужен прямо здесь и прямо сейчас. Потому что мы сейчас находимся, мне кажется, на таком моменте, когда вот раньше были популярные ролики какие-то более глубокие, более долгие, более такие, ну, которые заставляли нас полюбить кальянную индустрию, такой, какая она есть, возможно, рассказывал нам какие-то сказки, да, и это я сейчас говорю про какие-то большие выпуски, про курение кальяна в других странах, от того же самого Антона Гайваронского. И вот на этих роликах, конечно, воспитывалась любовь к кальянам, к нашему делу. Ну, во всяком случае у меня, это я вам рассказываю свой опыт. Потом прошел вот этот вот, значит, бум длинных, насыщенных роликов, и начался бум вот этих вот коротких роликов, которые, типа, максимально яркие, быстрые, минимум информации, просто пам-пам-пам, что-то повеселился, ушел. Вот мне кажется, что кальянная индустрия сейчас нуждается больше в таком экспертном контенте, который поможет заново, наверное, большинству аудитории вникнуть обратно в кальяны, в эту суть, в эту мантру, знаешь, в эту медитацию, и почувствовать... Ну, короче, и помогли бы прочувствовать вот тот вайб. Наверное, все-таки нужно потихонечку, мне кажется, да, вот куда я сейчас двигаюсь, это уйти от какого-то забавного, смешного контента в сторону чуть большего разъяснения каких-то тонкостей. Мне кажется, ну, я в этом вижу какую-то определенную свою миссию, я еще к этому не пришел, не стандартизировал количество выпусков и так далее, но мне бы очень хотелось... Я к этому плавно, плавно подхожу. Сейчас появилась кальянная комната, и она будет разрастаться по подкатегории какие-то. Вот ты сейчас, сам того не подозревая, подвел к следующему вопросу. Стоит ли сейчас начинать кальянный блог? Желательно коротко. Не стоит, если это не ваша жизнь и ваша любовь. Стоит, если вам это нравится, если вы без этого не можете. Начинать кальянный блог для просмотров... Ну, короче, ваш кальянный блог не будет так же развиваться быстро, как кальянный... Точнее, как блог на абсолютно любую другую тему разрешенную. Понимаете, здесь всякие страйки на вас могут полететь. Не факт, что вы доберетесь даже до 4-5 тысяч подписчиков, и вас не заблокируют условно. Тем более, с каждым разом раскачать тот же самый, например, Инстаграм на кальянную тематику все сложнее и сложнее, потому что все больше инструментов направлено на то, чтобы сократить тебе охваты, сократить тебе просмотры, потому что Инстаграм считает твой контент, ну, таким воюющим с... Ну, блядь, ты нарушаешь правила пользования Инстаграмом в любом случае. Ты уже, как бы... По сути, он считает, что ты пропагандируешь курение, хотя ты просто рассказываешь, как тебе. И для таких же курящих кальян, как ты. Нормально, коротко. Так, в плане Ютуба достаточно давно ходит слух про то, что скоро кальянному контенту пиздец. Но этому слуху уже достаточно давно, и все мы о нем слышали. Да. Но смотри, все-таки в Инстаграме блокировки кальянных блогеров происходят немного чаще. А даже если не немного, то много чаще, чем в Ютубе. Не страшно за основную площадку? Ну, если произойдет, то произойдет. Будем что-то делать. Не знаю. Я не могу сказать, что... Ну, я, конечно, сильно расстроюсь. Мне, конечно, будет плохо. Мне, конечно, будет сложно какое-то время. Но мне будет сложно какое-то время. Я в любом случае... Я думаю, что я найду, что делать. Круто. Так, вопрос, наверное, следующее перефразировать. На жизнь хватает? На жизнь? Почти хватает. Это основной источник дохода? Что конкретно? Твой блок. Мой блок основной. Основной. Так, в плане творчества. Блок – это единственное, чем ты на данный момент занимаешься? Так, ну, нет. Блок, по сути, не единственный. Но от него что-то вытекающее имеется. Если бы не кальяна индустрия, что бы это делать? А когда, кстати, ты хочешь выложить? Я могу это выложить числа 10 марта. Мы можем сейчас это здесь тоже сказать. А, числа 10 марта? Да, могу так. А, ну, как угодно. Можно 10 марта, можно и пораньше. Как хочешь. Как хочешь. Ну, там решим. Там решим. Может быть, это можно будет вставить куда-нибудь в элемент прогрева. Ты можешь сейчас об этом сказать и сказать дату, когда выпустили. А, серьезно? На Хук Клаб Шоу будет кое-чего новенькое. Вот так, ребята. И живите с этим. Будет кое-чего новенькое. Вот. Надеюсь. Надеюсь, вы кайфанете. Я, потому что кайфую. Так вот, если бы не кальяна индустрия, чем бы ты занимался? Ой, сложный вопрос. Я сейчас тоже думаю, куда податься, так скажем, помимо кальянового инстаграма. Все-таки в инстаграме кальяны, ну, короче, сложно с ними. Возможно, я бы просто, наверное, в какой-то степени хотел перекинуть инстаграмы. Ой, господи, инстаграмы. Я бы хотел, возможно, в какой-то степени перекинуть всю кальянную историю в ютуб. Но как это вообще произойдет, я не знаю, произойдет ли вообще. Но мне, наверное, хотелось бы развивать какую-то, либо путешественническую, да, вот, в сторону инсты. Либо, возможно, в сторону юмора чего-то подумать. Возможно, какие-то скетч-шоу запустить. Ну, мне интересно какие-то такие мини-сценки снимать. Понял тебя. Это из основных вопросов было все. Теперь тебя также ждет Близ. Я спрашиваю коротко. Ты отвечаешь необязательно коротко. Новостройки боль? Новостройки бой. Бой. Когда нормальную работу найдешь? Уже имеется. Что делать, если чаша горит? Стужай. 25 или 22? 25. Почему милосуловитель крадет вкус? Потому что... Пиздеж. Пиздеж. Куда он его прячет? Пиздеж все. Провокация. Ничего он не прячет. Альфакер или нахло? Альфакер. Айка или Антон? Антон. Фил или Треха? Фил. Кальянная кухня или кальянная комната? Комната. Сто процентов. Прям пау. Сто процентов кальянная комната. Самый смешной случай со смены. Ну, честно, ничего не было удивительного. Тоже как вариант. Дай совет начинающим мастерам. Начинающим мастерам, ребята, побольше спите. Побольше спите и не выспавшись, не выходить на смену. Потому что это сложно. И вам, и вашим гостям будет. И финальное. Скажи то, что считаешь нужным. Ваня Шерун, рад знакомству, братик. Спасибо, что приехал к нам в Краснодар. Взаимно. Было приятно с тобой провести два дня. Итак, ребята, мы сейчас будем с Ольбом прощаться. Точнее, как вы. Мы-то нет. Обязательно заглядываем в описание. Там есть инстаграм Льва. Там есть ютуб-канал Льва. Обязательно зайдите, познакомьтесь. У нас возможно... А, хотя нет, у нас уже точно там вышла кальянная комната со Львом. Сто процентов. Если кто-то не видел, обязательно переходите, смотрите. Вот. У Льва будет очень интересная штука на ХКШ. Так что следите и наблюдайте. Штука Дрюка, я бы сказал даже. С вами мы увидимся еще на Перебивочке. Но у Ольбома говорим пока-пока. И удачи ему. Всем Андрю Рижнел, братишечки. Вот, собственно говоря, как-то так мы пообщались. Я побывал у ребят в гостях. С ними было достаточно весело и интересно. Записываю, кстати, вот типа нашу ЗУ напрямую. Потому что педличку не захотелось сидеть сейчас заморачиваться с ней. И как-нибудь сделаю отсюда звук нормальный. Вот. Ребятки, поверьте, то, что Лев готовит на Хука Клап Шоу, это очень интересно. Я рекомендую вам перейти на его Инстаграм, на его Ютуб канал, для того, чтобы вы примерно держались в курсе. И чтобы Люся был счастлив. Да, Люся? Люся? Ее? Друже? Он уснул. Вот, поэтому не расскажет нам, приятно ему или нет. Но судя по тому, что он уперся в меня лапами, видимо, очень приятно. Вот. Наблюдайте, ребят. Смотрите, если вам закатывает такой формат, если вам интересно, чтобы я еще с кем-то из деятелей кальянной культуры подобное снял, можете писать. Я буду не против. Буду стараться выпускать что-то подобное хотя бы один раз в месяц. Не знаю, если будет получаться, конечно же. Вот. Напомню вам то, что не буду сейчас называть всех подряд. Наши партнеры есть все в описании. Вы можете легко туда перейти и посмотреть. You welcome. Там скидочки по 10% с сайта ребят, развлекаловка, инстаграмы. Все есть внизу. Вот. Тебе спасибо большое за просмотр. И, как всегда, мы с тобой увидимся в следующем видосе. Да? Yeah. Говорит он. Да? Ты. Морда. 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 Ты. Мой бразь. Это же ребенок. Да ты жирный. Морда. 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 Продолжение следует...